Короче говоря, зуб мудрости. Это была прекрасная среда, и ничто не могло её омрачить. Даже мрачная погода за окном, мрачный фильм, который я смотрел, и мрачное лицо Ромы, которому фильм явно не нравился. Он спросил, почему я сегодня такой довольный. Я сказал, что у меня был месяц воздержания от сладкого. И сегодня, наконец, буду объедаться шоколадками. Фильм закончился. Мы пошли на кухню. Я вывалил на стол всё своё добро, которое заранее закупил. Мои любимые конфетки. Выворот кишок. Рома выбрал со вкусом жареной селёдки. Мы начали пить чай. Я ел сладости, как не в себя. Рома ел сладости, как в себя. Как вдруг у меня появилась резкая боль во рту. Я выплюнул сладости. Поплакал. Боль только усилилась. Я попросил Рому посмотреть, что там такое. Он надел медицинскую маску. Взял пинцет. Открыл рот. Свой. От изумления. Сказал, что у меня что-то застряло между зубов. Достал упаковку конфет. Документы на ипотеку. Стул. Сел на него и продолжил своё исследование. Вскоре заключил, что у меня там какой-то странный зуб. И судя по предыдущей переписи моих зубов, раньше его там не было. Я удивился. Но боль вроде подутихла. Рома сказал, что в таком случае пойдёт домой. Ему срочно понадобилось покормить свою домашнюю касатку. Ну а я тогда пока немножко отдохнул. Прилёг. Зуб снова резко разболелся. Я надеялся перетерпеть это. Но боль не стихала ни через час, ни через два часа, ни даже через день. Загуглил свои симптомы. Оказалось, что у меня растёт зуб мудрости. Так это ж хорошо. Значит, буду мудрым. Открыл холодильник. Выбросил просроченную сметану. Разделил всю одежду для стирки на белое и цветное. Прочёл Ницше. Решил, что примитивность мыслей автора создаёт ощущение отчуждённости от реальных проблем. Но я действительно стал мудрее. Но от боли меня это не спасало. Мудрость подсказывала, что мне нужно вызвать врача. Но я переживал, что ко мне придёт некомпетентный доктор. Сел искать лучшего по рейтингу и отзывам врача. В моей ценовой категории до 250 рублей был всего один врач. Вызвал его. Приехал Рома в медицинской маске с пинцетом в руке. А я должен был догадаться. Снова осмотр. Снова напряжение. Рома заключил, что у меня зуб мудрости. Ну почему он такой тупой? Я про нож, которым пытался нарезать сыр. Рома сказал, что нужно удалять зуб. Этого я боялся больше всего. Но я взрослый, мудрый, сформировавшийся человек. И бояться удалить зуб было глупо. Рома попросил меня сменить шорты. Я сменил шорт и улёгся на диван. Рома достал пассатижи и нож. Я сказал, что он тупой. Дал ему другой нож. Стало немножко страшно. Он сказал, что это такой отвлекающий манёвр, чтобы в итоге я боялся не так сильно. Убрал инструменты. Достал нитки. Сказал, что привяжет один конец к зубу, а другой к дверной ручке. Резко дёрнет дверь и зуб выпадет. Мне понравилась эта идея. Мы привязали нитку к зубу. Привязали к дверной ручке. Я зажмурился. Рома дёрнул. Сработало. Ручка вылетела из двери. Я приспособил её обратно. И в этот момент зуб разболелся с тройной силой. Я больше не мог вытерпеть этого. Попросил Рому действовать увереннее и наверняка. Он написал девушке, которая давно ему нравилась. Рома взял верёвку покрепче и привязал один конец к моему зубу. А второй конец к лифту. Лифт поехал вниз. На удивление в этот раз сработало. Зуб вылетел. Я выдохнул с облегчением. Так долго мучившая меня проблема была устранена. Просто Рома ушёл к себе. Ну и зубная боль меня тоже не беспокоила. Зуба мудрости больше нет. Вернул на место выброшенную сметану. Перемешал всё бельё для стирки. Пошёл в комнату. Но здесь была закрытая дверь. Я не помню, как открывается дверь. Выбил с ноги. Постелил себе на полу и улёгся поудобнее. Ночью проснулся от того, что забыл, как дышать. Что-то со мной точно не так. Неужели я удалил зуб мудрости и поэтому стал максимально тупым? Да не, быть такого не может. Иди, говно за кошку убери. Короче говоря, зуб мудрости. А ваше самое мудрое решение на сегодня это подписка на наш канал и лайк под это видео. Кстати, предлагаем заценить здесь предыдущие прикольные видосы. Ну а пока спасибо за просмотр и ждём тебя снова.